Пришло письмо с налогом на недвижимость во Флориде? Уверены, что верно понимаете систему начисления налогов этого штата? А хотите знать, как абсолютно законно сократить налоговый платеж? Обо всем этом наш новый ролик. Смотрим вместе! Федеральное законодательство США позволяет иностранцам владеть недвижимостью, покупать ее, передавать права собственности и так далее. Все налоги на недвижимость выплачиваются владельцами жилья или земельного участка в том округе, в котором они расположены. Property Tax, то есть налог на недвижимость, платят все владельцы таковой, вне зависимости, желая она коммерческая для личного проживания или аренды. Начисляется налог 1 ноября за весь текущий год, а оплатить его можно аж до 1 апреля следующего года. И способ сэкономить есть даже, когда налог уже начислен. Если оплатить его в ближайшее после получения счета время, то предоставляется скидка 4%. Но вернемся к самому налогу. Как он рассчитывается? В каждом округе штата есть свой государственный оценщик, который по своей довольно хитрой системе оценивает каждый объект недвижимости. Из года в год эта сумма может меняться и зависит от многих показателей, в том числе от налоговой ставки, принимаемой бюджетом города. В среднем размер налога колеблется во Флориде от 1,6% до 2,2% от оценочной стоимости объекта. И тут нужно вовремя использовать вторую возможность снизить сумму налога. Еще больше, чем в первом случае. Важно знать, что если недвижимость используется для личного проживания, ее можно объявить холмстедом, защищенным законом штата местом проживания. Тогда можно получить скидку от оценочной стоимости до 50 тысяч долларов на семью. Пример. Есть квартира в городе Авентура, штат Флорида, которая была куплена за 350 тысяч долларов. Государственным оценщикам она оценена в 311 тысяч. На нее было заполнено холмстед-заявление. И в следующем году налогом облагаются 311 минус 50 тысяч, то есть 261 тысяча по ставке 1,7%. Для города Авентура. Налог составит 4 437 долларов за год. Без холмстеда эта сумма составила бы 5 287 долларов. Получаем экономию больше 16%. Следующая возможность сэкономить есть у владельцев недвижимости, которым уже исполнилось 65 лет. Для них во Флориде предусмотрены льготы, вплоть до полного освобождения от налога. Для тех, кто прожил в штате не менее 25 лет. Точную информацию по льготам можно получить в офисе все того же государственного оценщика. Флориды Эстейт. Твой дом в самом солнечном штате.